Транспортные и земельные налоги. Налог на имущество за 2017 год нужно было оплатить до 3 декабря прошлого года. Если налогоплательщик вовремя не заплатил налоги, то уже со следующего дня он становится должником. Его долг растет каждый день за счет начисления пений. Всего в округах подведомственных Саровской налоговой инспекции в должниках числится 46 тысяч человек. Узнать актуальную сумму долга по налогам, а также оплатить задолженность можно в личном кабинете налогоплательщиков для физических лиц, либо в мобильном приложении налоги физлиц. Для этого просто необходимо внести реквизиты своей банковской карты, либо воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. А платить задолженность можно на сервисе «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы России или в любом почтовом или банковском отделении. Также в торговом центре на Московской 5 раз в месяц будет открыт мобильный налоговый офис. График его работы будет 26 июля, 30 августа и 27 сентября. Работать он будет с 14 до 17 часов. Сотрудник налоговой инспекции поможет любому гражданину, который придет в офис, подскажет актуальную сумму его задолженности, либо об отсутствии долга. Если человек вовремя не заплатит налоги, ему выставят требования. После срока уплаты по требованию в течение шести месяцев налоговая инспекция имеет право обратиться в суд за вынесением судебного решения. Когда суд выносит судебное решение, мы направляем его уже в службу судебных приставов. И служба судебных приставов взыскивает... Должнику могут ограничить право на выезд из России, арестовать счета или распродать личное имущество. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.